здравствуйте друзья сегодня я подробно расскажу о том как своими руками собрать и установить на место нижние кухонные модули и первым делом осмотрите помещение в котором будет производиться монтаж и убедитесь что все ремонтные работы завершены а помещение готовы к установке кухни после этого аккуратно распакуйте все модули а затем сразу же осмотрите их на предмет повреждений сколов и царапин и никогда не пропускайте этот этап потому что после начала сборки вы не сможете предъявить изготовителю никаких претензий особое внимание обратите на углы потому что они постоянно повреждаются при транспортировке после этого проверьте спецификацию по кухне а для этого возьмите проект и найдите в нем каждый кухонный модуль а затем сравнить его размеры и расположение с самой кухонной спецификации и начиная с 2020 года нет никакого смысла гадать как правильно спроектировать кухню а потом все переделывать потому что угадал неправильно начиная с 2020 года я делаю проекты дистанционно и любой из вас в любой точке мира может зайти на сайт земс точка про и заказать себе проект где не только кухня но и вся квартира будет продумана до миллиметра и поэтому все что от вас требуется на данном этапе это просто взять спецификацию и убедиться что она совпадает с изначальным проектом после этого соберите угловой модуль для этого постелите на пол картон который остался после распаковки а затем разложите на нем все детали после этого возьмите нижнюю часть модуля и расположить ее таким образом чтоб присадочные отверстия находились в свободном доступе затем возьмите левую боковину и приложить ее к нижней части таким образом чтоб присадочные отверстия в торце боковины совпали с присадочными отверстиями в нижней части модуля затем настройте шуруповерт на среднюю степень затяжки а после этого вкрутите конфирматы через отверстие в нижней части модуля и притяните к ней боковину после этого таким же способом установите правую боковину то также совместить ее с нижней частью модули чтобы совпали присадочные отверстия затем вкрутите конфирматы после этого установите переднюю часть углового модуля для этого сначала совместить ее с нижней частью а затем вкрутите конфирматы через присадочное отверстие после этого переверните модуль а затем возьмите монтажную планку и совместите расположенные в ней отверстия с присадочными отверстиями в задней части боковины затем также вкрутить в них конфирматы чтобы притянуть планку к боковине после этого таким же способом установите монтажную планку в передней части модуля то есть также совместите отверстия а затем притяните планку с помощью конфирматов после этого опять переверните модуль и установите на него ножки которые поставляются в комплекте с фурнитурой для этого сначала задайте отступ от краев модуля а затем возьмите ножку и поместить ее на модуль таким образом чтобы она находилась на пересечении разметки после этого закрепите ножку к модулю с помощью саморезов которые также поставляются в комплекте после этого таким же способом установите на модуль все остальные ножки после этого еще раз переверните модуль а затем установите на него металлические уголки которым впоследствии будет крепиться столешница для этого сначала отступите 50 миллиметров от боковины модуля затем сделайте пометку карандашом после этого приложите уголок передней части модуля таким образом чтобы его передний край совпал с меткой затем выровняйте уголок по верхнему краю боковина затем закрепить ее в этом положении с помощью саморезов которые также идут в комплекте после этого таким же способом установите все остальные уголки то есть также отступить 50 миллиметров от боковой части поставьте отметку выровняйте уголок а затем также закрепите его с помощью саморезов затем внимание при поднимите модуль и разместить его на точку установки а затем аккуратно опустите вниз и ни в коем случае не толкайте модуль по полу потому что иначе вы обязательно сломаете ножки после этого соберите все модули под выдвижные ящики на скрытых направляющих для этого сначала возьмите левую боковину модулей приложите к ней направляющую таким образом чтобы защелка фурнитуры располагалась со стороны передней части затем совместить отверстие в направляющей с отверстиями в модуле и закрепите ее с помощью саморезов после этого таким же способом закрепите направляющую на правую боковину модуля то есть также правильно и и спозиционируйте а затем совместите крепежные отверстие вкрутите в них саморезы после этого возьмите нижнюю часть модуля и совместить ее с левой боковиной таким образом чтобы направляющие находились внутренней стороны модуля затем совместите присадочные отверстия и вкрутили в них конфермат и притянув детали друг другу после этого таким же способом установите правую боковину то есть также правильно расположить ее чтобы направляющие находились внутри модуля затем также совместите присадочные отверстия вкрутите в них конфермат и после этого возьмите среднюю монтажную планку и разместите ее таким образом чтобы ее присадочные отверстия совпали с отверстиями в боковинах модуля после этого также закрепить ее с помощью конферматов после этого возьмите деталь, которая называется горизонт, а затем также разместите ее в модуле и совместите присадочное отверстие. Затем поочередно зафиксируйте ее на все четыре конфирмата. После этого возьмите верхнюю монтажную планку и разместите ее в верхней части модуля. После этого также совместите присадочное отверстие и зафиксируйте ее с помощью двух конфирматов. После этого установите заднюю стенку, а для этого положите модуль лицевой стороной вниз, а затем приложите стенку к каркасу и выровняйте ее относительно периметра модуля. Затем закрепите нижние углы этой стенки с помощью гвоздей, которые поставляются в комплекте с стальной фурнитурой. После этого возьмите рулетку, измерьте диагонали модуля и убедитесь, что они равны и только после этого закрепите верхние углы стенки, чтобы зафиксировать геометрию модуля. После этого забейте все остальные гвозди по периметру задней стенки с шагом не более 100 миллиметров. После этого также установите на модуль ножки. Для этого сначала переверните модуль таким образом, чтобы его нижняя часть была в свободном доступе. Затем задайте необходимый отступ от краев модуля, а затем разместите ножки по этой разметке и закрепите их с помощью саморезов. После этого снова переверните модуль и поставьте его на ножки, а затем приподнимите и установите на место согласно чертежу кухни. После этого таким же способом соберите и установите на место все остальные модули, которые содержат ящики со скрытыми направляющими. После этого соберите модуль, в котором будет располагаться бутылочница. Для этого также сначала установите на модуль направляющие, а затем соедините детали модуля между собой таким образом чтобы направляющие оказались внутри модуля и не надо ржать что я сейчас проговариваю такие банальные вещи да еще так медленно и тщательно как будто рассказываю величайшую мудрость потому что я видел кучу людей которые собирали кухню своими руками и собрали модули именно направляющими наружу а потом когда это выяснили разбирали половину кухни все переделывали в общем самое главное при установке направляющих на бутылочницу это разместить их не на одном уровне по диагонали одну в самом низу ящика а другую в его верхней части после этого нанесите разметку на верхнюю часть бутылочницы который будет крепиться столешница для этого разделить ее ширину пополам и проведите линию по всей длине детали после этого отступите 60 миллиметров от переднего торца детали и поставьте отметку на этой оси затем отступите 60 миллиметров от заднего торца детали и поставьте еще одну отметку затем сделайте в этих точках насечки с помощью шила затем просверлите два отверстия диаметром 3 миллиметра после этого разместите верхнюю часть в корпусе модуля совместите присадочное отверстие а затем также закрепить ее с помощью четырех конфирматов после этого также установите на модуль ножки а затем установите заднюю стенку и закрепить ее с помощью гвоздей с обязательной проверкой диагонали после этого соберите модуль подстроенный холодильник для этого первым делом найдите его нижнюю часть и установите на нее ножки потому что после поставить их на высокий модуль будет очень сложно после этого возьмите боковину модуля и разместите в крепежные элементы затем пристыкуйте боковину к нижней части таким образом чтобы крепежные элементы попали в пазы эксцентриков затем возьмите крестовую отвертку и поверните эксцентрики по часовой стрелке чтобы зафиксировать оба крепления после этого установите в модуль все горизонтальные элементы а затем также зафиксируйте их с помощью эксцентриков после этого возьмите заднюю стенку этого модуля и разместить ее позади полок которые располагаются над холодильником а затем также зафиксируйте эту стенку с помощью эксцентриков после этого возьмите левую боковину и поместить ее прямо на модуль таким образом чтоб все присадочные отверстия были направлены вверх затем разместите в этих отверстиях все крепежные элементы а после этого аккуратно переверните боковину и опустите ее на модуль таким образом чтоб все крепежные элементы попали в пазы эксцентриков после этого закрепите нижнюю часть модуля к боковинам с помощью конфирматов а затем последовательно затяните все эксцентрики после этого аккуратно приподнимите модуль и установите его на место и обязательно делайте это вдвоем потому что иначе вы гарантированно сломаете ножки после этого таким же образом соберите 2 высокий модуль который располагается с противоположного края кухни после этого также аккуратно вдвоем приподнимите модуль а затем разместить его на место согласно чертежу кухни после этого выровняйте все собранные модули по высоте для этого сначала определить их высоту по чертежу кухни а затем отложить это расстояние от пола и поставьте пометку на стене вдоль которой установлены модули после этого установить лазерные оси построитель таким образом чтобы его горизонтальная плоскость совпала с этой меткой после этого отрегулируйте по высоте угловой модуль для этого вращайте ножки модуля по часовой стрелке чтобы опустить модуль или против часовой стрелке чтобы его приподнять делайте это до тех пор пока верхняя часть модуль не совпадет с горизонтальной плоскостью лазерного оси построителя после этого таким же способом выровняйте все остальные нижние модули ориентируясь при этом не только на оси построительной на соседние модули которые уже отрегулированы после этого выровняйте все модули по глубине для этого сначала придвиньте их максимально близко к стене, а затем возьмите правило или длинные уровень и приставьте его к передней части модулей. После этого последовательно выдвиньте вперед более утопленные модули таким образом, чтобы их передняя плоскость совпала с плоскостью остальных модулей. После этого соедините модули между собой с помощью специальной межсекционной стяжки. Для этого сначала зажмите боковины соседних модулей с помощью струбцин. После этого измерьте глубину модуля и разделите ее пополам, а затем поставьте в этой точке отметку на высоте примерно 50 мм от нижней плоскости модуля. Затем таким же способом поставьте отметку на расстояние примерно 50 мм от верхней плоскости модуля. Затем сделайте в этих точках насечки шилом, а затем с помощью сверла диаметром 5,5 мм сделайте в них отверстие просверлив обе боковины насквозь. После этого возьмите пылесос и обязательно пропылесосьте не только отверстие, но и сам модуль. После этого пропустите через отверстие цилиндр межсекционной стяжки с внутренней резьбой, а затем вкрутите в него винт и затяните его с помощью шуруповерта. При этом обязательно придерживайте цилиндр отверткой, чтобы он не вращался при закручивании винта. После этого таким же способом соедините между собой все остальные модули. То есть сначала скрепите их с помощью струбцин, затем произведите разметку, а после этого сделайте насечки шилом. Затем просверлите отверстие диаметром 5,5 мм, а после этого соедините модули с помощью межсекционной стяжки. И в итоге после завершения всех работ модули должны быть собраны, выровнены и скреплены между собой. На этом у меня на сегодня все. Собирайте кухонные модули правильно и да пребудут с вами правильно собранные кухонные модули. А с вами, как всегда, был Алексей Земсков. До новых встреч!